Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» о событиях пятницы 14 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Старт дала ромашка. Запущен обратный отчет времени до Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Остался ровно год. На выезде из тоннеля сегодня произошло двойное ДТП. Причина – чересчур скользкая дорога. Постоял рядом в автобусе – минус 6 тысяч рублей. В Сочи задержали карманника. Свободное падение над Мзымтой – их общая мечта. Бейсджамперы со всех уголков России собрались в Сочи. Два века с песнями. Кубанский казачий хор отмечает 205 лет с момента образования. Коллектив сегодня поздравил губернатор края. Вениамин Кондратьев заметил, что за это время хор стал олицетворением Кубани. Кубанский казачий хор узнают ведь с первых аккордов. Я уверен, не только жители нашего края, потому что вы поете не голос, вы поете сердцем, вы поете душой. Вы очаровываете Кубанью, нашей культурой, казачьими традициями. Непростая судьба у кубанского казачьего хора. А ведь хор возрождался из пепла. Три раза. Руины, революция, война. Искусство, в котором живет кубанский казачий хор, нужно. Оно востребовано. Песни, которые вы поете, не нужны народу. А знаете почему? Потому что это песни о народе. Глава региона также наградил артистов кубанского казачьего хора медалями за участие в военной операции в Сирии. Зимой коллектив выступал там перед российскими бойцами. Остался ровно год. Запущен обратный отчет времени до 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет следующей осенью в Москве и в Сочи. Сочинская молодежь стала участником флеш-моба эстафета приветов. Остался ровно год до открытия в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 14 октября 2017 года в Москве пройдет парад с участием международного студенчества. Остальные мероприятия в Сочи. Предполагается, что приедет около 30 тысяч участников с пяти континентов. Каждый студент, который сегодня пришел на Южный Мол, на площадь в город Сочи, может поучаствовать в этом мероприятии. Первое, в подготовке этого мероприятия. Второе, конечно, поучаствует. И все свои идеи, которые у них есть у сегодняшних студентов, у студентов завтрашнего дня, они могут реализовать, поделившись со своими друзьями, со своими коллегами из других вузов, которые проживают в других также странах. Флэш-моб эстафета приветов заключалась в построении фигуры ромашки главного элемента логотипа Международного молодежного форума. Сегодня по всей стране прошли такие мероприятия. Открытие часов обратного отчета состоялось и в Москве, на Воробьевых горах. Там же прошла и первая встреча общественных послов фестиваля. А еще год назад в числе и российской делегации, которая представляла на Кубе российскую заявку на проведение фестиваля, и конкретно в Сочи с его высоким уровнем инфраструктуры, была и студентка СГУ Юлия Пономаренко. На тот момент руководитель федерального агентства по делам молодежи, Поспелов, замечательно выступил, представил заявку, и все иностранцы в нас влюбились. То есть возвращались мы уже не только делегацией студентов и представителей разных общественных организаций нашей страны, но и с иностранцами, которые сразу же захотели посмотреть город. Как заверяют организаторы, программа фестиваля обширная, ведь для того он и проводится, чтобы у молодежных делегаций была возможность пообщаться в неформальной обстановке и узнать, как живут студенты в других странах. Кстати, Россия уже в третий раз будет принимать молодежь со всего мира. Впервые Международный форум прошел еще во времена СССР в 1957 году под девизом «За мир и дружбу» и до сих пор считается самым массовым за свою историю 34 тысячи участников. И тогда он положил начало движению КВН. Второй фестиваль состоялся в 1985 году также в Москве. В числе его участников был и сегодняшний гость флешмоба шоумен Сергей Крылов. Сегодня он живет в Сочи и готов поддержать талантливую молодежь юга России. Елена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Об увеличении популяции леопартов, а также амурского тигра, лосося и улучшении качества воды в Амуре сегодня в Сочи говорили главы Минприроды России и Китая. На курорте состояло заседание 11-й по счету российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. К слову, подкомиссия создана с целью регулярных встреч глав правительств в двух стран. Ко всему прочему, между Министерством природных ресурсов и экологией Российской Федерации и Министерством охраны окружающей среды КНР действует меморандум об оповещении и обмене информации при трансграничных чрезвычайных ситуациях экологического характера. В первую очередь участники заседания обсудили итоги работы рабочих и мониторинговых групп подкомиссии. Создание эффективного механизма предупреждения чрезвычайных ситуаций экологического характера, а также отлаженный механизм взаимодействия по обеспечению экологической безопасности Дальнего Востока. Эти результаты сотрудничества двух министерств специалисты назвали самыми важными. Жесткое соблюдение экологических требований России и Китаем способствует улучшению и качества воды в Амуре, так называемого трансграничного водного объекта, и не просто увеличению популяции, но и, в принципе, появлению в реке нового вида рыбы. Здесь как раз все специалисты обозначили тенденцию улучшения ситуации. Коллеги, которые подчеркнули, что уже и началось рыболовство. То есть это как раз подчеркивает, что все наши усилия, которые мы здесь принимаем, совместно реализуем, они приводят к положительному результату и результату не только относящихся к водным объектам, которым мы занимаемся, но и уже опосредованно это все влияет на всю экологическую систему тех территорий, где эти водные объекты находятся. В отличие от БРИКС, подчеркивает Сергей Донской, здесь стороны обсудили более конкретные вопросы. А первый обмен России и Китая фото- и видеоданными позволил оценить общую численность популяции леопардов. Их сегодня 80 особей. Накануне министр природных ресурсов России побывал и в Кавказском биосферном заповеднике. Сергей Донской лично убедился в том, что выпущенные этим летом кавказские леопарды готовы к зимнему периоду. Взаимодействие между нашими ведомствами только укрепляется. Прочная основа и для дальнейшего сотрудничества, в том числе и в рамках БРИКС. Сергей Донской также отметил, что Россия заинтересована в налаживании конструктивного диалога с Китаем по ряду новых вопросов в природоохранной сфере. Среди них и взаимодействие в области обращения с отходами. Тесное сотрудничество планируется и в следующем году, который в России объявлен годом экологии. Лицо Сочи обсуждали сегодня на градостроительном совете. На повестке дня ландшафтный дизайн. На курорт прибыли приглашенные специалисты в области создания городской среды. Меньше футуристических проектов, больше натуральных материалов. Это основные критерии, опираться на которые посоветовали сочинским коллегам московские специалисты. У Сочи есть свое лицо, исторически сформировавшийся образ. Его нельзя разрушать. Иные скажут, у нас есть свои специалисты, которые могут это сделать. Но мы должны учитывать, что в ландшафтной архитектуре, как и в других направлениях искусства, есть такое понятие как кич. И вот этого кича мы не должны допустить. А поэтому и создается градостроительный совет. Поэтому высказывается мнение профессионалов, которым необходимо прислушиваться. В числе прочих, сегодня на обсуждение вынесли и проект планировки территорий в границах улиц Тоннель на Альпийское и Севастопольское. Его заказал потенциальный застройщик. Нам удалось, анализируя зоны ветхой застройки, определить потенциальные места для размещения детского сада, школы и места для строительства жилых домов под отселение жителей. Потому что, конечно же, привыкшие жить в этом районе люди не захотят уезжать куда-то в другие места. Будет ли воплощен в жизнь этот проект, покажет время. В любом случае, российские архитекторы регулярно представляют лучшие свои работы на ежегодной конференции в Сочи. В этом году она состоялась уже в пятый раз. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Самострой на улице Волжская будет снесен на участке для индивидуального жилищного строительства. За полгода выросло четырехэтажное здание. По задумке застройщика, этажей будет пять. С планами хозяев участка не согласны администрация города Сочи и суд. Весной этого года дом на улице Волжская, 59, только начинали строить. Уже тогда нарушения были обнаружены и на здание наложили арест. На бумаге решение есть, а на деле застройщик как будто не заметил запретов. Стройка продолжается по сей день. Очевидно, что дела тут идут хорошо. Четвертый этаж уже практически завершен. Судебные приставы и представители администрации города то и дело наведываются на стройплощадку. И в одно мгновение самострой, где еще недавно кипела работа, становится безлюдным зданием. Около полгода назад городская администрация обратилась в суд. Решение хозяина участка известно. Я уже, наверное, здесь в раз десятый. Мы молниеносно реагируем и предпринимаем все разрешенные меры по данному строительному объекту. Участок под индивидуальное жилищное строительство взял в оборот застройщик многоквартирного дома. При этом не оформлено никаких документов, дающих на то право. Еще на стадии проектирования было нарушено расстояние с соседними участками. А трехэтажный дом, как и предполагали в администрации, на глазах превращается в высотку. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города-курота Сочи и предостеречь от приобретения недвижимости в данном объекте самовольного строительства. Данным гражданинам на территории микрорайона Мамайка осуществлялось строительство ранее двух объектов капитального строительства, также в отсутствии какой-либо проектной документации, разрешение на строительство. Награждение здания – баннер с телефоном офиса продажа. Это значит, что документы о запрете и даже решение суда для хозяев этого строения – не повод останавливать работу. В просторах интернета информации еще больше. Вот проект будущего дома и цена за квадратные метры. Скорее всего, продажи не остановят, чего не скажешь о строительстве. В ближайшем будущем, как заверяют в мэрии, самострой на Волжской будет снесен. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Сочинские власти подводят промежуточные итоги подключения частного жилого сектора к системам канализации. По словам чиновников, убеждать людей в необходимости отказаться от привычного образа жизни бывает непросто. Работа началась в августе 2015 года, когда специалисты обследовали несколько тысяч домовладений. В половине случаев были выявлены нарушения. Только в этом году и только в Адлерском районе сливать сточные воды в Ливневке перестали около 200 частных домов. Еще 150 – в очереди на подключение. Подключение канализации – это приход цивилизации на наши улицы. Чисто, приятные запахи. И мы уже знаем, что мы не вредим ни городу, ни экологии. Старались все жители нашей улицы. Помогала, конечно, администрация очень в этом деле. Ну, главное, что результат есть. И результат хороший. В настоящий момент сети свои проложили на Великой НС. И в настоящий момент происходит обновление технической документации, принятие водоканалом самой работы. То есть акт выполненных работ. И после выполнения этих мероприятий люди уже физически, фактически подключатся к системе канализации. Когда люди подключатся к центральной канализации, нарушение устраняется. И в море бежит не сточные воды из домовладений, а бежит в поверхностные воды. Либо грунтовые, либо дождевые воды. Предполагается, что все домовладения будут подключены к канализации до конца года. Там, где централизованной канализации нет, люди устанавливают так называемые лосы – локальные системы очистки. Сегодня в Сочи произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Авария произошла на выезде из тоннеля в районе Раздольного на дублёре курортного проспекта. Столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Мазда». К счастью, ДТП обошлось без жертв. А вот автомобили пострадали значительно. По словам водителя «Фольксваген», виновник дорожно-транспортного происшествия – скользкая дорога. Я ехал с Адлера, выезжал из тоннеля. Там вылезло что-то на либо масло, либо соляр. Мне начало вертеть по всей дороге, я выехал навстречу к этим людям. И вот столкновение произошло. Слова водителя «Белого Фольксваген» подтвердились уже через несколько минут. На выезде из тоннеля произошло еще одно столкновение. На дороге, судя по всему, было действительно что-то разлито. Дорожники практически сразу после аварии закрыли злополучную скользкую колосу. В Сочи задержали подозреваемого в краже. В полицию обратился местный житель. Как рассказал потерпевший, днем в общественном транспорте неизвестный вытащил из кармана его брюк 6 тысяч рублей. Заявитель описал подозрительного мужчину, который некоторое время находился в автобусе рядом с ним. Была составлена ориентировка. Задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 62-летний местный житель. На допросе мужчина обо всем признался. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, 5 лет лишения свободы. Если вы пострадали от преступной деятельности этого человека или стали очевидцем преступления с его участием, сообщите в полицию по указанным телефонам. В Сочи снова пройдет акция, чья-то жизнь уже не мелочь. Во время предыдущих кампаний по всей России удалось собрать более 17 миллионов рублей. Одной только мелочью, которая часто подолгу лежит в кошельках или копилках. На эти деньги прооперированы 76 тяжелобольных детей со всей страны. В этот раз все вместе россияне помогут маленькому Алексею Новикову. Ему еще нет и года. У мальчика врожденная патология формирования черепа. На лечение требуется 903 тысяч рублей. Многие считают, что мелочь – это не деньги. На них нельзя купить что-либо стоящее. Но каждая монетка может помочь малышу обрести здоровую жизнь. Принять участие в благотворительной акции можно в течение трех дней. Время и место работы волонтерских пунктов вы видите на экране. В Вашингтоне открылась выставка сочинских художников Виктории и Владимира Кириленко «Футбол и вечность». Кругосветная художественная эстафета, посвященная Мундиалю, за последние пять лет посетила более 40 городов мира. Сегодня экспозиция из 30 гротескных работ открывается в Российском центре культуры в США. Сочинский проект уже получил мировую известность. В Афина художникам вручили награды Всемирной организации ЮНЕСКО. Художественная эстафета «Футбол и вечность» включает проведение авторской выставки и передачу картин, подписанных выдающимися современниками от города к городу. В ней уже приняли участие известные поклонники футбола Денис Мацуев, Владимир Кузьмин, Лео Бокерия. Эстафетное полотно для Вашингтона накануне своего 90-летия подписал прославленный футболист Никита Симонян. Россияне могут ознакомиться с работами Виктории Владимира Кириленко в аэропорту Сочи, где развернута экспозиция из 25 полотен. Сегодня православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В народе же считается, что 14 октября зима с осенью встречается. В Сочи же скорее лето встретилось с осенью. Покров Пресвятой Богородицы в соответствии с церковными канонами не является двунадесятым праздником. Однако в России он считается великим и одним из самых популярных в народе. История праздника связана с осадой Константинополя с росынами. Ожидая, что враги вот-вот прорвутся в город, жители спрятались в главном храме. Горячо молясь о спасении, они увидели, как из-под купола храма к ним спустилась Богородица. Сняла с плеч Покрова и расправила его над людьми, как защиту от всех напастей. Вскоре враги сняли осаду и ушли. Почитание же праздника Покрова появилось на Руси благодаря князю Андрею Боголюбскому. Когда ладья, на которой он плыл по реке, оказалась на грани гибели, князь обратился за помощью к Богородице, а в случае спасения обещал поставить храм. Трагедии не случилось, и неподалеку от Владимира был возведен чудо-храм Покрова на Нерли. С этого же времени в русском церковном календаре появился и праздник Покрова. Это один из самых понятных праздников. Люди молятся Божьей Матери, прося ее защиты от опасностей и несчастий. В деревнях и поселках с этой поры начинались молодежные посиделки и справлялись многочисленные свадьбы. Любители свободного полета со всех уголков России собрались в Сочи. В скайпарке проходит второй фестиваль бейсджампинга. Чем насыщена трехдневная программа для спортсменов и зрителей, знает Татьяна Говоркова. У этих ребят за плечами не только специальные парашюты, но и не меньше двухсот прыжков. К участию в одном из самых зрелищных видов спорта бейсджампингу допускаются исключительно профессионалы. Сочинский скайбридж самый длинный в мире – 439 метров. Если разделить его приблизительно пополам, то получается высота, с которой и будут совершать полет около 50 спортсменов из разных регионов нашей страны. Их смелость, драйву и полному отсутствию страха остается только позавидовать. Бейсджамперы не просто прыгают в 207 метровой высоты, но при этом выполняют сложные акробатические элементы, чтобы пощекотать нервы зрителям фестиваля. Кстати, это не только показательные выступления, но и своеобразные соревнования между парашютистами-экстремалами. Вопросу безопасности уделено большое внимание. Во время показательных выступлений бейсджамперов аттракционы не работают. Рядом с руслом реки Мзымта предусмотрены специальные места для безопасного приземления парашютистов. Мост – это для наших пашков самый безопасный объект, потому что нет, собственно, самого объекта, в который вы можете врезаться, когда вы с него спрыгнули. Парашют открывается в свободном воздухе. Если вы прыгаете с дома, со скалы или откуда-то еще, в случае открытия купола в стену, вы можете в нее врезаться. Здесь врезаться некуда. Ну, вот нам река преподнесла некий сюрприз. Были дожди два дня, и река стала довольно полноводной. Вот, поэтому у нас даже продумано, как мы будем спасать человека из реки. Сегодня вытаскивать из реки никого не пришлось. Все приземлялись на землю, но погода все же внесла свои коррективы. На время проливного дождя прыжки останавливали, но как только видимость стала получше, продолжили под раскат грома. Идет дождик, но это довольно забавно. Единственное, что видите, я поскользнулся из-за того, что земля мокрая, ботинки не удержали, не устоял, пришлось немножко вперед пойти. Здесь площадка, видите, из-за того, что дожди, река сильная, плюс тут вот камни есть большие, поэтому приходится с воздуха рассчитывать, куда ты приземлишься, а порывы ветра за счет ущелья могут нести коррективы. В программе одиночные и парные прыжки, разнообразные трюки и выступления на точность приземления. В течение трех дней пройдет 12 прыжковых сессий середины моста Скайбридж. Среди бейсджамперов не только мужчины. Олеся Калмыкова в парашютном спорте уже 7 лет совершила больше 800 прыжков. В этот спорт, в это направление пришла, потому что надо что-то менять, надо что-то новое добавлять. И это опасно, но это жутко интересно. Это новая ступень, может быть, в парашютном спорте. Надо заниматься тем, что тебе нравится. Я живу так, и мне свободно, мне хорошо, я чувствую полную, вот действительно, вот ты сказал свободно, я свободна в этом направлении. В перерывах между стартами гости Скайпарка смогут пообщаться с опытными спортсменами, поближе познакомиться с бейсджампингом и принять участие в развлекательной программе. А 15 октября состоятся ночные бейсы и банджи-прыжки. Завершится фестиваль многовеем. Шаг в пропасть одновременно сделают все спортсмены. В Сочи завершился чемпионат России в 10 олимпийских классах яхт. По прогнозу ожидался штормовой ветер, поэтому было решено провести медальные гонки утром. По решению Оркомитета в медальных гонках принимали участие классы, в которых заявлено больше 10 экипажей. Первыми на воду выпустили скифы. Был нестабильный ветер, поэтому гонку несколько раз начинали и прекращали. В итоге пришел циклон и начал отдуть с юга. В классе 49-й чемпионом России стал экипаж Яна Чеха и Ивана Зотова. Мы выполнили задачу минимум. Пришли сразу за нашими ближайшими соперниками. Поиграли всего два очка. Я считаю, отличный результат. Следом за скифами в гонку пошли винсерферы-мужчины. У женщин победу одержала бронзовый призер игр в Рио Стефания Елфутин. А вот у ребят все решала медальная гонка. Лидировал последние дни Александр Аскеров. Рядом с ним по очкам были Евгений Айвазьян и Андрей Загайнов. Желание быть первым и уверенность, что я могу быть первым, меня не покидало на самом деле с самого начала соревнований. Следующая гонка была у девушек в классе лазер-идеал. Ее выиграла лидировавшая весь чемпионат Елена Воробьева. В классе 470 у женщин ожидаемо победу одержали Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева. У мужчин Павел Сазыкин и Денис Грибанов. У мужчин в силовом классе фин интрига сохранялась до конца. Сразу четыре спортсмена претендовали на победу. Но Аркадий Кистанов снял все вопросы, выиграв медальную гонку. Последними на старт вышли мужчины в классе лазер. Безоговорочную победу там одержал Сергей Комиссаров. Каждый раз, находя на гонку, волнение присутствовало. Но по ходу после старта успокаивался. Просто делал то, что мне нравится. В классе Накро-17 победили Максим Семенов и Алина Щетинкина. У девушек в 49-м FX Анастасия Гусева и Яна Стоколесова. Сразу три юниора выиграли золото на этом чемпионате. Это Стефания Елфутина, Аркадий Кистанов и Андрей Загайнов. В тройке лучших еще восемь юниорских экипажей. А это значит, с успехом работает программа подготовки молодежной сборной. Теперь надо ждать новых побед с прицелом на Японию 2020. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. И на сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и удачных выходных.